Танк Ток 2 Танк Ток 2 Танк Ток 2 раньше. 6 апреля 2021 года нам предлагали набор за 3000 голды, то есть чуть-чуть дороже, 500 монет накинули, но в принципе набор очень похож. 14 дней према, 10x5, оборудование, там камуфляж видимо какой-то, ну видите, он вроде как во что-то одет, значит камуфляж скорее всего есть. А, ну ветер пустыни, вот же прописано. Ну и плюс какие-то там бустеры. Ну, такое себе, такое себе. То есть, в принципе, вроде цену скинули. И вот еще предложение за 2500 уже от 8 июня 2020 года, но опять-таки очень похожее предложение на тот ТОК-2, который нам предлагают сейчас, и даже стоимость та же 2500. Ну то есть разработчики нас не обманули, они тут вроде еще два контейнера этих с камуфляжем положили, но по сути это херня, это реально херня. То есть эти предложения, они ну не нужны. И компенсация, кстати, за ТОК-2 раньше была 900 тысяч кредитов. Вон, можете посмотреть, да? 900 тысяч кредитов. Так какого хрена у нас сейчас компенсация? Всего лишь какие-то жалкие 700 тысяч. В чем прикол? Что изменилось? Почему танк подешевел? За энергию плазмы что ли тут накинули 229 тысяч? Не, это так не работает, ребят. Пытаются вас обмануть, короче. Вот по стоимости ТОК-2 вас реально пытаются нахлобучить. То есть то, что они положили здесь пару контейнеров, это вообще, это предложение не красит. Теперь давайте немножко о подписке. Подписочка, где ж ты тут наша подписочка? Вот. Подписочка на золото, опыт и приказы. 10 дней. 10 дней вам будут выдавать по одному приказу в день, по 250 золота и по 4000 свободного опыта. В принципе, 4000 свободного опыта это нормально. 250 золота это мало, это примерно 5 голды за 1 рубль. Ну там, 5 с копейкой. А вот приказы на контейнеры собери все, это что-то новенькое. То есть каждый день вам будут давать по одному приказу, который вы, соответственно, выполняете в этот день и получаете один контейнер собери все. По большому счету, это предложение выгодно только тем, кто хочет покупать контейнеры собери все за бабки. Вот. Если вы не хотите покупать контейнеры собери все за бабки, то это предложение не особо интересное. По золоту тут получается очень мало. Вот мне, например, интересно только золото, поэтому я этот набор однозначно брать не буду. Давайте я вам сейчас покажу, тут у меня в телеграме есть информация по тем приказам, которые у нас будут. То есть приказ сыграйте 10 боев, ну просто 10 боев сыграть. 10 тысяч единиц урона, 10 танков уничтожить, набрать 5000 опыта, 2000 единиц урона в одном бою, в тройке лучших по команде по урону. Дальше нанести 20 тысяч единиц урона, уничтожить 20 танков, то есть видите на повышение идет, нанести 25 тысяч единиц урона и выиграть 10 битв. Ну то есть тут сыграть 10 битв, тут выиграть 10 битв. Все в принципе понятно. Кстати, можете подписаться на мою телегу. Вдруг кому-то будет интересно. Также эта информация продублирована у нас в Дискорде. То есть на Дискорд тоже можно подписаться и быть в курсе. Ну и в общем, я бы не советовал покупать это предложение, то есть эту подписку, тем, кто не заинтересован в контейнер собери все. Если вы заинтересованы в контейнерах, потому что оттуда могут выпасть танки, в конце концов, даже 10 уровня, плюс вы получите дополнительное золото с контейнеров. Ну допустим, 7 контейнеров, по-моему, там равняется 1000 золота, там за них компенсация идет, по-моему, 7 штук. Давайте сейчас перепроверим на всякий случай. По талисманам там можно собрать как раз таки. Где у нас тут? Собери их все. Да, вот они. Да, собери 7 талисманов золота и получи 1000 единиц золота. То есть 1000 единиц золота будет вам сверху чисто за то, что вы соберете 7 талисманов. Ну, кстати, если учитывать еще 1000 золота, то, в принципе, может не так уж и плохо. Да, это даже становится интересно по золоту. Хм, может я все-таки и куплю именно это предложение. Я как-то сразу не подумал про это золото дополнительно. То есть получается 3500 золота, учитывая вот эти все сундучки. Хм, 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 интересненько. Да, учитывая, что это 3500 золота, предложение становится более-более интересное. Ну и погнали выкатывать ТОК-2. Аппарат необычный. Необычный от слова совсем. Он вообще не похож ни на какие танки, ну, на том же уровне, да? Ну, может быть, слегка похож на Чорчилля, на Чорчилля шестерку, да? И все. Вот, все. Только на них. В рандоме он играется, ну, плюс-минус нормально. Даже интересно иногда. У него необычная концепция. Почему необычная? У него 2111 ДПМа. Это довольно много для шестерок. Тем более для ТТ. Очень, ну, ладно, не очень, но точная пушка. Достаточно точная пушка. Сведение, в принципе, нормальное, обычное такое. Разброс маленький. Так что попадать, в принципе, с этой пушки, в общем-то, ну, не сложно. Но другое дело, что альфа очень низкая, КД очень быстрая. И из-за этого вам приходится стрелять, 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 стрелять и стрелять. Вот. Минус этого танка, это его скорость. Вы видите, как мы медленно едем? Вон, например, Блэк Принц нас обгоняет прям в разы. Но, с другой стороны, он там на форсаже. Может, из-за этого он вас обгоняет. Здесь я, конечно, форсаж ставить не советую. Вряд ли он исправит ситуацию. У вас как была максималка 20 км в час, так вы и будете ехать 20 км в час. Давайте попробуем справиться с ситуацией. Разобраться с этими пацанами. У нас, к тому же, очень-очень много ХП. Самый, наверное, жирный, жирненький аппарат на шестом уровне. Жирнее него нет просто никого. Плюс ему накинули чуть-чуть броньки. Немного, но чуть-чуть накинули. Так, давайте М41Д заберем. А то он там на гусенице держит нашего Диккермакса. Диккермакс негодует. Ну и как бы вот, в принципе, вся концепция танка, это вы едете вперед и просто убиваете. Просто убиваете. Ну, почти попал. Иди сюда. Куда ты там поехал? Нифига себе. Кромвель, ты чё? Чем ты там танкуешь? Прикалываешься, да? Смотрите, видите? Пытается выцелить. Я не знаю, либо он на КД, либо он пытался выцелить. Но вроде как какая-то броня у него есть. Ему там недавно наварили брони. Самую малость. И вот чисто за счёт этой брони он играется как бы более-менее нормально. На данный момент. Есть какой-то флёр у этого аппарата. Вот флёр, который всё-таки заставляет вас сесть на него и захотеть на нём немножко поиграть. Так, на КВ-2 я вот так вот в лоб не хочу ехать. Попытался мне под вагонами, значит, подкинуть, засранец. Но я не такой. Я не сдаюсь. Так, ну шо, квас. Давай перестреливаться. У тебя пушка не очень точная, а у меня достаточно точная, чтобы я по тебе откидывал. Туда далеко выезжать нельзя. Иначе нас могут убить. В принципе, на гусенице держать тоже можно врагу. Очень даже уверенно. Там сейчас квас уже перезарядился, по идее. Нифига себе ты такой. На 700 мне закинул. Квас выцеливает нас. Нельзя. Да ты брось. Вот они, по идее, вообще не точные парни. И не должны были по мне попасть. А они всё равно попадают. Смотри-ка. Кв-2. Уже забрал ещё одного пацана. Сейчас попробуем ему сзади поподкидывать. Я надеюсь, на него кто-нибудь выкатится, пока он на КД. Блин, такие альфовые аппараты. Вот альфовые аппараты, это, наверное, самое страшное для нас. Потому что альфовые аппараты, они выезжают, дают тычку, мощную тычку, и сразу прячется. А нам нужно просто стоять и перестреливаться, стоять и перестреливаться, стоять и перестреливаться. И тогда всё будет более или менее нормально. Пока к нам сзади не подъехали, там надо было разобрать этого парня. О, хорошо, Кв-2 откис. Остался СУ-100У. Игорь, давай сражаться. Я знаю, ты на КД. Ты только что забрал этого пацана. У тебя КД долгая, достаточно долгая, для того, чтобы я мог тебя разобрать. Чёрт, не успел самую малость. Остаётся понадеяться на нашего КВ. КВ-2, давай. Ты сможешь. Не я в тебя верю. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, КВ-2, ну что ж ты там стоишь-то? Ну, я зря, короче, зря полез туда. Он меня, видите, увидел как-то. Там, увидел мои филейные части, а я не успел. Нам это не особо интересно, поэтому давайте ускорим и просто посмотрим концовку. И это победа. Первую степень получили. 2 700 урона. Также основной калибр. Всё хорошо. 75 тысяч кредитов. И, в принципе, мы в топе. Ну, как видите. То есть танк со своими обязанностями справляется. Он приводит вас к победе вообще без проблем. Давайте ещё разочек выкатим. И посмотрим, пока мы тут грузимся, на табличку по данной машинке. Значит, вот так вот выглядит наша табличка. То есть, видите, по ДПМ мы практически в топе. По пробитию мы вообще в космическом топе. То есть, лучше нас никто не пробивает на данном уровне. Ну, практически никто там. Может, ПТшки, да, естественно, они будут пробивать. Но среди ТТ одно из лучших бронепробитий точно. Альфа маленькая, как я и сказал. Перезарядка очень быстрая. Сведение, в принципе, нормальное. То есть, этого хватает. А вот скорость, это наш бич. Бич, который не даёт нам нормально играть. Ни разгона, ни скорости, ничего этого нет. Но, в принципе, по проценту побед мы держимся, ну, более или менее на нормальном уровне. Конечно, из-за скорости у нас не получается держаться выше. Но из-за скорострельности мы, в принципе, практически в топе. И то, что я говорил по поводу ХП, смотрите, 1550. Просто сравните ХП всех других тяжей. И вы всё поймёте. Так, мы уже в бою. Хорошо, попали на рудники. Или как там это, как это называется? По-моему, рудники. Ну, давайте попробуем. У нас, кстати, 10 градусов УВНов. Это, как бы, вроде как плюс, но его сложно реализовать на такой машинке. Когда вы медленные, будь у вас хоть 30 градусов УВНов. Толк-то? Вы пока отъезжаете. По-моему, всё равно успеют подкинуть. Давайте сейчас боковые два попробуем там закинуть плюшечку. Надо немножко другой вариант. Не хватает 10 градусов УВНов, чтобы отсюда комфортно усовываться. Ну, хотя вот отсюда можно. Кстати, закрутить этот аппарат практически нереально. Он очень хорошо, очень хорошо поворачивается. И он длинный, придолговатый. То есть, пока вокруг вас делают круг какая-нибудь ЛТшка, вы уже успеете повернуть либо башню, либо своё туловище, либо ещё что-нибудь. Ну, то есть, не закручивается этот аппарат. Ну, вот ни в какую. На нём очень легко в плане закрутки отыгрывать против ЛТ, СТ, ну и всех других, кто пытается там с этим делом поиграться. Если нам повезёт, то мы, может, кого-нибудь встретим. А потом он просто переигрывает их на ДПМе. Просто такого ДПМа практически ни у кого нет. 2000 это очень много. Очень много. Тяжело будет с этой позиции отыгрывать на этом огроменном танке. Давайте как-нибудь от бортика, может, попробуем. Да, вот от бортика, в общем-то, в принципе, можно. Конечно, от борта играть на такой балалайке здоровенной тяжело. Вот куда меня пробили, интересно. Смотрите, пробивают прям легко так, уверенно. Не-не-не, давайте-ка без этого. Куда они, интересно, закидывают? Я, честно говоря, был уверен, что у нас всё будет хорошо, если мы будем вот так вот стоять. А, оказывается, нет. А, это Криос. Я понял. Просто угол был не тот. Просто угол был не тот. На тебе, засранец. Вот с Криосом, кстати, можно было бы постреляться прям лоб в лоб. Мы бы его, естественно, перестреляли, потому что у него 1000 хп, а у нас всё-таки 1600 с копейками, да? Но, тем не менее. Интересно было бы постреляться. Вот, видите, да, что-то танкуем от ПТ. Хотя у него там стоковая пушка какая-то. Куда ты там полетел, Криос? Нет, тебя я в первую очередь забью. Но скорости, как видите, нам постоянно не хватает. Давайте заберём этого пацана. Ну и давай, туалет. С тобой поиграемся, СКА. Так, всё, ты никуда уже не уедешь. Можно разворачиваться. Там остался у нас Пудель. Ну, с Пуделем сейчас тоже разберёмся. У нас там, тем более, ВК ещё живой. А ВК эта машинка всяко получше Пуделя будет, да? Нам только бы до него доехать. А то он может смыться. Вот, если он смоется, да, тогда он будет как-то отыгрывать. По точкам, в принципе, тяжело на медленных аппаратах. Не, ну всё, он попался в западнюк ВК. Вот такой вот аппарат. То есть, в принципе, весёлая, более или менее весёлая сосиска. Его часто сосиской называют. Ну, третья степень в этот раз. Не так уж хорошо получилось. Ну, из-за скорости. Вот, скорости ему прям точно не хватает. Давайте ещё быстренько глянем на его бронирование. Прям вот одним глазком буквально. Брони у него спереди вроде как хватает. Вот здесь, то есть, видите, 135 мм, но это под прямым углом. И здесь вот ещё по 120-130 мм. Ну, то есть, вот эта часть вроде как танкует. Другое дело, что у него гусеница 25 мм. Сюда закидываю не хочу. И если вы будете подворачиваться, то, может быть, как-то танканёте ещё бортом. На борт, в принципе, более или менее не пробивается. Но очень много всяких вот этих нюансов. Тут какая-то вот здесь часть пробивается 65 мм. Здесь вот 80, здесь опять 65. То есть, слишком разноплановый танк. Нельзя на нём проконтролировать, чтобы тебя не пробивали от слова совсем. Так, поехали быстрее за нашей командой. А то нас сольют нахрен. Мы же не успеем. Мы просто банально не успеем за ней. А хочется успевать. Хочется побеждать. Мы же берём этот аппарат для того, чтобы поднагнуть. Ну, очень специфический аппарат. То есть, многим он не понравится за его скорость. Брать или не брать, ну, это сложный вопрос. Если вам нравится вот такой вот геймплей, потому что он, ну, единственный в своём роде. Вот. Ну, нету больше похожего геймплея. Я сказал уже. Ближайший геймплей это Чёрчилль. Но Чёрчилль играется всё равно не так. Он играется чуть-чуть, ну, по-другому. У него и брони побольше, чем у этого пацана. Блин, там Тигр. Тигр уже сзади заезжает. Офигеть. Смотрите. Тигр сделал полный круг практически. То есть, уже сзади приехал. Пока мы тут перестреливались. Ну, точнее, не перестреливались, а просто тупо ехали. Ну, с Тигром перестреливаться это такое себе. Смотри-ка, спрятался, спрятался. А там КВ-2 у меня. Ага-га. Не ожидал. Не ожидал. А ну, стой. Ну, за Тигром гоняться, конечно, дело такое. Ну, попытаемся, попытаемся. Хотя бы под зад ему поднакинуть. В принципе, по ДПМу, я думаю, я бы даже Тигр перестрелял. Чисто за счёт ХП. ХП-то много. Поэтому перестрелять, в принципе, можно. И чё Тигр один сюда припёрся? Интересно. Ну, то, что он вот сделал круг быстрее, чем мы просто доехали до наших союзников. Это, конечно, жесть. Там Свэй. Плюнем на Свэя. Давайте заберём этих пацанов. Двоих. Похер на Свэя. Так, тебя забрали. Ещё Квас сабы забрать. Ой-ой-ой. Там ещё фугасом нам подкинули. Блин, сейчас Квас меня заберёт. Квас уже перезарядился. Я слишком поверил в себя. Да, и Свэй там меня забирает. Ну, в общем, ладно. Неправильно я сделал. Но, видите, скорости просто тупо не хватает. Если бы я перестреливался там с Свэем, на меня бы выкатили вот это СУ-152. На меня бы этот Свэй там куда-нибудь спрятался. И просто тупо отыгрывал от того, что он спрятался. Плюс тут очень много Семёрок осталось. Ну, Квас, допустим, не проблема. А вот 25АТ и СУ-152 это проблема для нашего аппарата. В принципе, когда мы видим кого-то с большим калибром, с какой-то разовой альфой высокой, это большая проблема. То есть, берёт там КВ-2 какой-нибудь на 500 кидает там, а вы ему на 160. И он прячется, и всё, и вам нужно к нему ехать, а у вас скорости нет. И на этом всё заканчивается. Ну, здесь, соответственно, у нас проигрыш. Может, я виноват как-то сам, не туда как-то поехал. Но, с другой стороны, скорости у машинки нет. И если вы поехали в одно направление, то будьте уверены, оттуда вы никуда не денетесь. Если выбрали его неправильно, то это 200% сливная катка. Давайте подводить итоги по поводу того, что брать эту машинку или не брать. Ну, скорее всего, я буду советовать не брать ТОК-2. Потому что аппарат специфический, и он подходит вот только для тех людей, которые хотят именно этого специфического геймплея. Покатать на нём, ну да, в принципе, там 5-10 боёв можно. Ну, чисто по приколу. Но поднагнуть не получится. Скорость просто тупо не позволит. Ощутить вот этот особый геймплей, когда ты очень жирный, очень скорострельный и очень медленный, можно только на ТОК-2. Плюс вы очень длинный. Очень длинный танк. Это самый длинный танк в нашей игре. Ну, а в остальном, решать покупать его или не покупать, только вам. Я своё мнение, в принципе, высказал. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я думаю, посмотрев мой ролик, вы всё-таки определитесь, брать или не брать данный аппарат. Но чаша весов склоняется в сторону не брать. Во-первых, нас нахлобучили. Во-вторых, танк не особо эффективен. А я на сегодня с вами прощаюсь. Прекрасного всем настроения. И помните, у нас проходит розыгрыш, а это видео номер 2. Всем спасибо и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok